друзья всем привет меня зовут евгений и это очередной выпуск мой публичный портфель так что давайте заглянем что же у меня происходит в портфеле на данный момент сегодня четверг и так мой портфель в красной зоне минусуем больше двух процентов и на данный момент у меня на счету четыреста три тысячи семьсот восемьдесят два рубля все мои активы которые у меня имеются в данный момент все показывают минус за исключением rus agro который тоже по сути уходит в минус но пока остается в плюс это как я его покупал еще по очень хорошей цене и все никак не продам не зафиксировал эту позицию когда цена дошла до 1256 и не зафиксировал ее оставил и цена опять сегодня показывает снижение надо было зафиксировать но посмотрим может еще все отрастет не все так печально вообще октябрь ноябрь на фондовом рынке это такие месяца которые по сути всегда показывают худшую динамику медведи в основном преобладают в этих месяцах но скоро декабрь посмотрим мы все-таки ждем предновогодние ралли на котором я думаю и зафиксирую большинство позиции которые у меня есть и так о приятном выплатила м видео по облигациям купон у меня их всего 10 штук купон выплата купола составила 364 рубля минус 47 рублей налог появилась у меня в портфеле две новых бумаги это xerox но я думаю он всем известен покупал его правда по 19 долларов 46 центов на данный момент он минусует аж на 8 процентов и торгуется в районе 17 долларов 87 центов но посмотрим будем докупать если падение продолжится xerox платит стабильно дивиденды дивиденды раз квартал следующая выплата дивидендов состоится 29 декабря 25 центов на одну акцию я думаю это очень хорошая дивиденды выплата так что даже из-за дивидендов можно и набирать позицию пока ее распродают еще одна компания не знаю как правильно произнести люмен технологи ну скорее всего так если что поправьте меня кстати про вырезан то что я его называю именно так меня один человек поправил и сказал чтобы я посмотрел других блогеров которые как его называют ну да ладно это неважно появилась она у меня в портфеле покупал по 12 принципе в мага плюсовала но я оставил ее и в данный момент мы минусуем на полтора процента также она дивиденды дивиденды платятся тоже один раз в квартал и выплата также составляет 25 центов на одну акцию это даже больше чем у xerox а следующая выплата скорее всего будет в конце ноября в начале декабря посмотрим пока информации этой нет бумагу мы держим и следим bristol мая также выбрался из глубокого минуса но все равно не войдет никак в положительную зону в моем портфеле поле металл точно также показывает у меня минус вырезан почти два с половиной три процента минусует нлмк ходит где-то рядом с теми отметками по которым я у меня сформирована позиция облигации тоже падают в цене евро торгуется в районе 82 рублей доллар торгуется в районе 70 рублей за 1 доллар сша в общем у меня в портфеле ничего интересного нету но сегодня год как я начал в принципе инвестировать и давайте же подведем итог того что мне удалось заработать за этот я не скажу что это был простой год год был действительно тяжелый и так давайте откроем аналитику которую нам предоставляет тинькофф стоимость моего портфеля как я сказал уже 403 уже 500 14 рублей немножко падаем вообще подводить итог я думаю с открытыми позициями бессмысленно а на данный момент у меня нет свободного кэша у меня все деньги вложены либо в акции либо в облигации либо в валюту поэтому подведем такой итог не совсем правильные сколько мы заработали за этот год и так выставляем год нам дает отчет и того наш доход составляет за этот год 40 тысяч семьсот двадцать шесть рублей на данный момент выплаты дивидендов дивидендами нам заплатили двенадцать тысяч восемьсот тридцать рублей девятнадцать копеек выплата купонов составила 387 это вот последняя выплата купонов которая у меня была до этого я облигации не покупал и так переходим к самому интересному пополнение у меня составила 376 тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 85 копеек это та сумма которую я внес на брокерский счет и сейчас у меня на счету 403 тысячи пятьсот четырнадцать да ну так себе не сказал бы что прям шикарно но 10 процентов я думаю свои я имею с это его брокерского счета были у меня выводы вывод денежных средств у меня состав 14 тысяч 17 и оборот у меня составил аж два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот три рубля восемь шесть копеек если честно это дохрена очень большой оборот и на самом деле очень маленький заработок но посмотрим 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 я очень много в начале экспериментировал больше покупал скорее всего акции роста чем акции стабильных компаний которые плавят платят дивиденды но на данный момент я полностью переконвертировал свой портфель именно в те акции которые платят дивиденды так что по сути будущие просадки которые могут быть из-за настроения на рынках меня конечно волнуют потому что я припаркую свои деньги опять же на неопределенное количество времени и я хотел бы стабильно получать именно дивиденды но дивиденды опять же дивиденды небольшие потому что портфель 403 тысячи но это достаточно такой очень несерьезный портфель который если ориентироваться на дивиденды он не будет приносить хорошего дохода на этом останавливаться не будем будем также пополнять счет и да я недавно прочитал комментарий у себя то что основной рост моего портфеля идет именно за счет пополнения конечно да и я не отрицаю это я говорю в каждом видео что я пополняю свой портфель на ту сумму которая мне будет комфортно то есть есть у меня 9000 я забрасываю 9 есть у меня 5 я забрасываю 5 то есть у меня нет такого что стабильно там такого-то числа я пополняю свой портфель и если у меня есть свободные деньги они идут на счет если у меня нет денег то на счет у меня ничего не поступает но доходность моего портфеля составляет немножко больше десяти процентов поэтому я думаю это достаточно хорошие результаты я стараюсь покупать именно активы которые платят дивиденды облигации которые платят купоны меня такое да я могу его назвать скорее всего консервативный портфель который я собираю на будущее цель конечно это сейчас добить миллион чтобы у меня был миллион на счету и дальше уже смотреть от этого что мы будем делать в будущем с этим портфелем либо продолжаем инвестировать либо уже начинаем что-то делать совершенно другое на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета ставьте лайки оставляйте комментарии я все комментарии читаю подписывайтесь на канал кто еще не подписан давайте инвестировать вместе но никогда не повторяйте за мной мои сделки потому что я не всегда да точнее не постоянно не всегда могу предугадать ход движения рынка поэтому смотрите анализируйте но принимайте сами свое решение на покупку либо продажу актива всем пока до новых встреч на проекте географии инвестиций